Майские выходные оказались богаты на праздничные мероприятия, но самым удивительным зрелищем стал турнир по владению оружием и джигитовки «Казачья удаль», организованный Видновским Станичьим Казачьим Обществом. Он проводится второй год и собирает много участников и зрителей. На турнире побывала и наша съемочная группа. Внимание на экран. Исторически казаки находились на службе российского государства, защищали его границы, участвовали в боевых походах. Несмотря на жесточайшие послереволюционные репрессии, казачество сохранило свою культуру и традиции. Сейчас, когда казаки переживают новую волну возрождения, вступить в их ряды может любой православный христианин. Казачество по своей сути это не сословие, не национальность, не народность, не род какой-то. Это состояние души. Турнир «Казачья удаль», который проводится второй год подряд Видновским Станичным Казачьим Обществом, собрал немало желающих поучаствовать в традиционных играх казаков. Приезжают со всей Московской области, приезжают как казачьи лошади со всадниками, так и просто спортсмены, которые хотят с нами потягаться в казачьей удали. Как военное, так и в мирное время казаки должны владеть оружием и при этом хорошо держаться в седле. Здесь все так же, как и столетия назад. Правила турнира неизменны. Джигитовка, поражение цели пика и конный бой с шашкой. Самое сложное на трассе «Восьмерка», где требуется ювелирное умение управлять конем. Рубка лозы, подхват колечка со столба и срез глиняного конуса. Поражение глиняного конуса – это более сложное упражнение. И его нужно поражать таким образом, чтобы верхняя часть конуса сохранялась, оставалась. Сейчас бутылку разрубить просто. Конус сложнее намного. Еще одно состязание казачьего многоборья – стрельба по мишеням. Казалось бы, все просто, но весь фокус в том, что сделать это нужно на полном скаку. Святослав Серпуховский, потомственный казак, приезжает на турнир второй год. Говорит, что на этот раз состязание куда интереснее и сложнее. В том году все езды были почти по прямой, а в этом году уже появились шашки на восьмерке, прыжки с пистолетом. И это новшество, потому что мы так не занимаемся, интрируемся, было достаточно сложно. Помимо старших казаков, испытанию подверглись и казачата. Для них был устроен бой на шашках, правда, вместо настоящего оружия – тренировочное. К слову, растят себе смену казаки здесь же. В Видновской станице есть своя школа джигитовки для детей. Для того, чтобы быть в седле, надо тренироваться. Тренироваться и фланкировкой заниматься. Это владение оружием, ножом. Кроме военных казачьих наук, ребята изучают историю Отечества. Им прививается любовь к своей отчизне, уважение к старшим и своим предкам. А для подрастающего поколения это самое важное. Татьяна Гимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.